Добрый вечер, коллеги. Татьяна Юрьевна, спасибо огромное за приглашение. Это всегда большая честь и большая ответственность. Я хотела бы... То есть я соусредитель нашей организации. Юридически мы находимся зарегистрированы в Казани, но наши филиалы находятся в Татарстане и на данный момент в Тамбове. И я думаю, что они будут открываться и в других республиках, по крайней мере, это в наших планах. И вторая моя роль в нашей организации, то есть я психолог. То есть вот я такой, так сказать, немножко дракон о двух головах. Поэтому я хорошо, в общем-то, могу понимать позицию пациентов, потому что мы общаемся с ними. То есть я имею возможность читать пациентские чаты. Ну и мне бывает необходимо работать и как психологу. Если он сталкивается с фактом, даже не просто уже с постановкой диагноза, а с самими сомнениями о том, что это может быть онкологическое заболевание, то он выбивается из своего привычного ритма жизни. И основная вещь, которая происходит с ним, то есть он начинает... Появляется невозможность распоряжаться своим собственным временем. Я уже не говорю о том, что активируются всевозможные и невозможные страхи. Очень часто та социальная среда, в которой человек находится, начинает немножко по разным причинам отстраняться от такого человека. Это происходит не всегда, но, к сожалению, очень часто. У каждого человека существует определенный сценарий, который позволяет ему адаптироваться к ситуации неизвестности. Этот сценарий связан либо с его личностными особенностями, либо с личностными особенностями и каким-то опытом, то есть с теми ценностями социальной среды, в которой он рос или сейчас воспитывается. Сценарий адаптации к ситуации с онкологическим заболеванием, он, конечно, средний по стране, но это вот случился ужас, 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 и то есть надо что-то делать. Что делать, не очень понятно. То есть этим, конечно, занимаемся пациентские организации разъяснения подобных ситуаций, но все-таки нас не так много, как людей с подобным диагнозом. И что же происходит? Человек пытается включить свои адаптивные механизмы, то есть пытается справиться с тем достаточно высоким уровнем тревоги, который ему приходится испытывать. Если в этот момент он не получает поддержки, то очень часто мы можем наблюдать такое явление, как посттравматическое тревожное расстройство людей, в котором человек может, если он не получает достаточной помощи, именно психологической и, возможно, уже и врачебной, то в этом состоянии он может просто-напросто застрять. А что необходимо человеку в тот момент, когда он получил диагноз? Ему как раз необходимо противоположное, ему необходимо собрать ресурсы эмоциональные, интеллектуальные, финансовые тоже. То есть как бы нам не хотелось делать все по ОМС, но, к сожалению, это не всегда возможно или, возможно, не сразу. А человек в тревожном состоянии, он попадает в такую ситуацию, как так называемое тоннельное мышление. То есть это такой тип восприятия информации, когда человек способен оперировать в силу своего состояния одним-двум параметрам информационным. И очень часто в этот момент очень легко, без критики, поглощается информация о так называемых альтернативных способах лечения. Это и АСД, это струи бобра, это и всевозможные грибы, и мухоморы тоже. То есть как бы это ни было, может быть, парадоксально и комично для врачей, но мы, пациентские организации, то есть с этим сталкиваемся в чатах практически каждый день. Почему так происходит? Потому что человек находится в очень высоком, то есть у него очень высокий уровень тревоги. Люди, которые предлагают подобные способы, они предлагают их крайне безапелляционно, а это именно то, что нужно слышать человеку в таком состоянии. Поэтому если человек не настроен, если он не может получить именно поддержки, связанные с уравновешиванием уровня его тревожности, то очень большой шанс, что он сможет быть, то есть он может быть как бы поглощен вот этими так называемыми нетрадиционными способами лечения. Что может сделать психолог? Ну, во-первых, есть три типа психологической помощи. Так называемая экстренная помощь. Очень хорошо на эту тему работает «Ясное утро». Я прям даже сейчас скажу номер «Ясного утра», потому что я думаю, что нас слушают пациенты, чтобы вы еще раз запомнили этот номер. 8 800 100 01 91. Это служба экстренной помощи именно для онкологических пациентов и их близких. Они на этом специализируются. Службы экстренной психологической помощи есть во всех городах-миллионниках. В республиках, например, в республике Татарстан или республике Башкирия, Башкортостан, существуют телефоны экстренной психологической помощи, пусть и не специализирующиеся для онкологических пациентов, но тем не менее это критическая ситуация, человек находится в критической ситуации. Те телефоны, которыми могут пользоваться жители малых городов, то есть не больших, не миллионников, либо не крупных городов. То есть это один из типов помощи – экстренная помощь. Второй тип помощи – это помощь так называемая краткосрочная. Очень хорошо, что сейчас в реабилитационных центрах появились, наконец-то, не в реабилитационных центрах, а в реабилитационных отделениях и при онкологических диспансерах появились психологи, их, к сожалению, очень мало, они очень загружены, но тем не менее они есть, к ним можно попасть, и с ними можно проконсультироваться и как раз получить вот эту поддержку для снижения и уровня тревожности, и для получения правильной самоэтендификации, что я не больной человек, а я человек, который проходит лечение, для того, чтобы обсудить те вопросы, которые обсуждать сложно. Ну и третий тип помощи – ну и помощь психологов в онкологических диспансерах, то есть она бесплатная. Чаще всего записаться на нее можно по телефону либо реабилитационного отделения, либо регистратура дает этот телефон. Чаще всего это происходит так. И третий тип помощи очень важный – это долгосрочная психологическая помощь, и поддержка. Я не могу назвать, что это только психотерапия, это может быть долгосрочное консультирование. Здесь немножко сложнее, поэтому я рекомендую обращаться в пациентские организации, потому что, например, у нас есть пул психологов, которые готовы на волонтерских для пациента условиях оказывать такую помощь и поддержку, потому что услуги психолога, они, к сожалению, не такие дешевые. Итак, если резюмировать, дорогие пациенты, когда вы находитесь в состоянии тревоги, вы подвержены большому количеству той информации, которую вы воспринимаете некритично. А критичное отношение к тому, что вы читаете, к тем источникам, которыми вы пользуетесь, это очень важная составляющая дальнейшего лечения. Чего не может психолог, я уже об этом говорила, а нет, еще не говорила, то есть он не может работать без контракта. То есть если пациент не придет к психологу, если он не скажет о своем желании, что он хочет получить поддержку, то, к сожалению, психолог не может ее не навязать. И, в общем-то, максимум может только предложить и сказать о том, что такая возможность существует. И психолог, к сожалению, не может влиять на ежедневную деятельность человека. Как мы пытаемся решать эту проблему? Пациентской организацией можешь создать среду, в которой получение поддержки, получение психологической поддержки является определенной ценностью, определенной нормой. И человек, попадая в эту среду, через те активности, в которые он входит, то есть он занимается творчеством, он занимается какой-то доступной физической активностью, которая разрешается ему с его диагнозом, или он занимается какими-то волонтерскими проектами, он так или иначе подхватывает вирус в хорошем смысле определенных ценностей, определенных правил поведения человека с онкологическим диагнозом. Ну вот простая фраза, не нужно уговаривать огурцы стать солеными, если они в рассоле. То есть многие люди, приходя в пациентскую организацию, потому что это не так страшно, если тебя зовут, например, рисовать, а вот к психологу пойти страшно. Но в процессе совместной деятельности они начинают понимать, потому что им рассказывают о том, что мне помогли, мне стало легче. То есть я стал лучше, не знаю, воспринимать происходящее со мной, я стала анализировать, я стала искать способы. То есть он тоже говорит себе, что да, почему бы нет, я могу это сделать, это доступно для меня. Это доступно для меня. Естественно, пациентская организация не может делать того, что может психолог. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что в пациентских чатах очень часто происходит следующее. То есть человек делится, например, каким-то своим переживанием. И что делает большинство пациентов? Большинство пациентов говорит, ну то есть вот сообщение двух форматов. Сообщение первого формата. Все пройдет. Да, действительно, все пройдет. Но человек испытывает тревогу или даже, может быть, ужас или любые другие эмоциональные переживания вот прямо сейчас. Ему важно знать, что все пройдет, но ему нужно что-то услышать сейчас, и это не всегда все пройдет. То есть в этом есть некое обесценивание того, что человек высказывает свои эмоции. Это нормально, потому что в чатах находятся не психологи, в чатах находятся пациенты. А по большому счету было бы важно перенаправить человека на более, скажем так, специализированные, приспособленные для этого виды помощи. И второй тип сообщений, которые в пациентских чатах очень часто присутствуют, это, то есть как бы такой, будь позитивен, да, то есть будь позитивен, думай о хорошем. Это прекрасная история, если человек способен в данный момент быть позитивным и думать о хорошем. А если в силу своего характера, в силу своего бэкграунда жизненного, да, то есть он по-другому устроен, то происходит следующая ситуация, человек сравнивает себя, говорит, ну, Господи, все такие позитивные, а я такой непозитивный, наверное, я никогда не вылечусь. Вот, поэтому вот и нам, как пациентской организации, и другим пациентским организациям очень аккуратно важно работать с этой темой, разделять, где мы можем поддержать, да, и чем мы можем поддержать человека, действительно поддержать, не оказав ему медвежью услугу, и где начинается зона ответственности профессионала, то есть профессионального психолога или клинического психолога или психотерапевта с медицинским образованием. Ну, и вот, собственно говоря, хотела резюмировать о том, что и психолог, и пациентская организация мы можем работать во взаимосвязи, то есть если пациентские организации будут создавать среду, в которой как бы культивируются, воспитываются, выращиваются определенные ценности и определенные стратегии прохождения через все, что связано с заболеванием, да, и как выстраивать коммуникацию с врачом, да, то есть каким образом выстраивать коммуникацию с самим собой, с близкими. Пациентские организации работают и с близкими людей с онкологическими заболеваниями тоже, да, потому что, как ни странно, существует такая проблема, то есть у близких людей возникают прям-таки отношения такие вот как у созависимых, да, с людьми, которые проходят лечение. Возможно, на первых этапах лечения это может быть адекватно, когда пациент воспринимается, то есть человек с диагнозом, как такой маленький ребенок, которого нужно взять за ручку и повести. Но если пациент будет ребенком и его будут вести на протяжении всего лечения, то это и негативно для самого человека, ну, естественно, для людей, которые его окружают. Ну, и, соответственно, наш опыт показывает, что когда мы работаем в таком, как бы, конгломерате, ну, в частности, это происходит с конкретным диспансером онкологическим, да, в Казани, республиканским диспансером, когда мы знаем психологов, которых мы можем перенаправить людей, а психологи знают, чем занимаемся мы, и они могут в нужный момент направить человека к нам, да, чтобы мы могли его поддержать уже через деятельность, через создание активности, то чаще всего такой человек достаточно быстро вырабатывает свои собственные адаптивные механизмы прохождения через такую непростую ситуацию, как жизнь с диагнозом. Все. Спасибо большое.